Владимиру Леонидовичу Дащицыну, профессору кафедры кардиологии Арнему им. Пирогова с докладом лечения комморбидных больных с аритмиями сердца в амбулаторных условиях. Спасибо, Павел Андреевич. Дорогие коллеги, я присоединяюсь ко всем поздравлениям со всеми прошедшими и будущими праздниками и разрешите приступить к освещению этой весьма противоречивой темы лечения аритмии сердца у комморбидных пациентов в условиях домашних, в условиях поликлиники и какие есть в связи с этим противоречия. Начать хотелось бы с того, что термин «аритмия сердца» является достаточно таким распуевчатым. Вот определение, которое предложили эксперты Всемирной организации здравоохранения уже много лет назад, в 70-х годах, согласно которому аритмия, вот и понимается под этим, нарушение частоты, ритмичности, изменение источника возбуждения ритма сердца, нарушение проводимости по любым участкам проводящей системы и ряд других признаков аритмии. Если мы принимаем это определение, а оно общепринято, то получается, что очень много состояний мы можем назвать термином «аритмия». В частности, вот предложена классификация, разделяющая аритмия по основному механизму аритмогенеза. Нарушение импульсообразования или нарушение возбудимости, нарушение проводимости, проведение импульса и комбинированное расстройство, куда включают несколько механизмов аритмогенеза. Нарушение возбудимости предможно разделять на номотопные, это изменение деятельности синусового узла, синусовитахи, брадикардии, синусовоаритмия, и гетеротопные или эктопические, наличие очагов вне нормального водителя ритма, вне синусового узла. И сюда входят основные аритмии, с которыми нам дело приходится иметь во врачебной практике. То есть экстрасистема, фибрилляция предсердий, трепетание предсердий, пароксизмальные тихитарди, и даже трепетание, фибрилляция желудочек. Далее. К аритмиям относятся блокады. Синоатриальная, атеровентрикулярная, внутрепредсердная, блокады ветви, плачка гиса, крайняя степень этих нарушений, остановка асистолия сердца. И комбинированные расстройства, то есть сочетанная аритмия, основные клиники электрокардиографические синдромы, слабость синусового узла, синдром предвозбуждения желудочков, в частности, Вольф-Паркинсон-Вайтер, синдромы ускоренной аэрополяризации укороченного куте, синдром замедленной аэрополяризации угледнённой куте, синдром Бругада и другие. Тут в механизме участвует несколько факторов, и поэтому тут могут быть и нарушения возбудимости, и проводимости, и нарушения автоматизма. И вот, глядя на это, мы видим, что под термином аритмия сердца понимается масса состояний, сильно отличающих друг от друга, по клинической значимости. Ну, например, синусовая тахикардия, синусовая бротикардия, синусовая аритмия, ведь это же варианты нормальной деятельности сердца. Тахикардия при нагрузке, бротикардия в покое, синусовая аритмия вообще в нормальной жизни. Это нормально. И в то же время здесь же к аритмиям относятся фибрилляция желудочков, асистолия желудочков, то есть фатальное состояние. И, стало быть, просится разделение понятия аритмии по клинической значимости. Классификация по клинической значимости разделяет аритмии на доброкачественные, потенциально незаллокачественные и злокачественные. Мерима – влияние на прогноз. Доброкачественные никак не влияют, потенциально его отягощают, злокачественные напрямую угрожают жизни. Вот это уже важно, потому что аритмия может быть весьма доброкачественной, то есть никак не влияет на прогноз, а может отягощать прогноз и ухудшать качество. С другой стороны, терапия антиаритмическая может улучшать качество жизни, улучшать прогноз, но может и быть вредной, то есть оказывать побочные эффекты и ухудшать прогноз. Приходится решать вопрос, а что больному хуже – аритмия или её лечение? И в зависимости от этого определять показания к терапии. К ним относятся в первую очередь угроза жизни, отягощение жизненного прогноза, негативное влияние аритмии на гемодинамику и плохая субъективная переносимость и ухудшение качества жизни. Вот что заставляет нас лечить аритмию с учётом того, что наша задача – не только помочь и вылечить, но и не навредить. Прежде чем начинать лечить, надо определить, что это за аритмия. Вопрос о диагностике и дифференциальной диагностике аритмии, которые в основном решаются с помощью электрокрадиграфии, это специальный большой вопрос, которого я сегодня не имею возможности, касаться, и чтобы оценить его значимость, я предлагаю вам посмотреть вот эту книгу по дифференциальной диагностике электрокрадиграфической, в том числе аритмию сердца, где всё это подробно написано. И там сказано, что вот как можно отличить, например, фибрилляцию предсердия и тахисистолии от пароксизмальных тахикардий, от суправентракулярных, от трепетания предсердий и другие аритмии друг от друга. Но когда мы определимся, что за аритмия, то мы уже имеем возможности приступить к решению вопроса, а надо ли лечить и как лечить. А вот этот вопрос очень большой. И более того, он подробно освещен во многих международных руководствах, рекомендациях, алгоритмах. Ну, в частности, вот для примера, это руководство, практически клинические рекомендации по ведению больных с фибрилляцией предсердия Американской сердечной ассоциацией American College of Cardiology 2014-2019 год, Европейское общество кардиологов 2020 года в соавторстве с обществом кардиотеракальных хирургов. Этому же были посвящены рекомендации Европейско-Азиатские и, наконец, Российские Минздрава Российской Федерации фибрилляции и трепетания предсердий. Рекомендации, подобные этому, имеются и в отношении ведения больных с предсердными и узловыми тахикардиями, с экстрасистолеями, с управентрикулярной желудочкой, ножом удочкой и брадикардиями, профилактики внезапной аритмической смерти. То есть вопрос этот достаточно хорошо и подробно разработан, но, тем не менее, в практической деятельности имеется масса нюансов, вызывающих у врачей вопросы. Ну, прежде всего, аритмия – это не самостоятельное заболевание, как правило. Это симптом или синдром при различных других состояниях – артериальной гипертонии, ИБС, миокардитах, макронных пороков, различных первичных, вторичных кардиомиопатий. Далее, имеются спровоцирующие факторы – физическое перенапряжение, эмоциональные стрессы, употребление алкоголя, употребление избыточной кофеины, медикаментозное воздействие, электролитные расстройства и другие. И когда мы имеем показания к лечению, то мы в первую очередь думаем, а можно ли подействовать на первопричину, так называемая опережающая терапия, терапия основного заболевания. На сегодняшний день хорошо известно, что лечение коморбидных состояний является важнейшей предпосылкой для успешного лечения пациента с аритмией сердца. И вот, что, какие основные составляющие сердечно-сосудистой коморбидности. По определению, это наличие у пациента двух и более сердечно-сосудистых заболеваний и состояний, гипертонии, ИВС, сердечной недостаточности, аритмии, цереброваскулярных заболеваний и других. По статистике, такая коморбидность сердечно-сосудистая имеется не менее чем у 90% людей старше 65 лет. И стало быть, эти пациенты нуждаются в этиотропной терапии. для успешного лечения аритмии сердца. Мы говорим о лечении гипертонии, ИВС, хронической сердечной недостаточности, но в последние годы появилось, появились новые данные о том, что вот инфекция COVID-19 тоже может вызывать аритмию. и, как правило, часто довольно вызывает. Вот, по данным Минздрава России, 16,7% аритмии, которые требуют какого-то вмешательства. И еще больше процентов аритмии, которые, ну, скажем, не всегда и не обязательно такого вмешательства требуют. Вот, например, данные китайских кардиологов. Распространение сердечно-сосудистой патологии у больных с COVID-19. Смотрите, что чаще всего они отметили. Аритмии сердца даже чаще, чем гипертония, ишемия, миокарда, хроническую сердечную недостаточность и миокардин. 40%. И причем это очень значимое сочетание. Вот данные, которые опубликованы в консенсусе по ведению больных с COVID-19. Там показано, что взаимоотношения сердечно-сосудистых заболеваний и ковидной инфекции носят характер порочного круга. В частности, инфекция увеличивает риск тромбозов, острого коронарного синдрома, аритмии и других состояний. А наличие вот этих заболеваний ассоциировано с повышением смертности от COVID-19. То есть они вместе составляют вот этот порочный круг, что требует несомненного лечения, как бы и следствия, и первопричины не всегда даже удается определить, а что вперед, а что после. Есть такое понятие, опережающая терапия коморбидных состояний. Вот мы уже говорили, в отношении аритмии основные факторы коморбидности гипертония и БС, ХСН, которые лечатся согласно существующим рекомендациям, и бета-блокаторами, ингибиторами АПФ, антагонистами рецепторов ангиотензина, антагонистами кальция, больные ИБС, это и антиангинальная терапия, и статины, и антитромботические средства, ХСН, помимо этого, антагонистами нервнокортикоидных рецепторов. Если это ковид, то мы его лечим антивирусными средствами. Среди всех аритмий, которые влияют на качество жизни и прогноз, наибольшее значение продаётся фибрилляции прецерий, которые не только ухудшают, как правило, качество жизни, но и реально увеличивают летальность вследствие расстройств гемодинамики, повышение риска тромбоэмболей и внезапной ритмической смерти. Общеизвестно, что существует два подхода принципиальных, две стратегии введения больных с фибрилляцией прецерий. Первая стратегия восстановления и любой ценой удержания синусу ритма. До тех пор, пока есть маляющая возможность это сделать. И вторая стратегия не делать этого. Сохранить фибрилляции, но поддерживать качество жизни, число сердечно-сокращений в нормальных пределах и естественная борьба с риском тромбозов и эмболей. Интересно, что до последнего времени не было выявлено убедительных доказательств преимущества одной из этих стратегий. То есть по большим параметрам не было разницы, что одна из этих стратегий лучше другой. Однако в последнее время это положение изменилось. Появилось много данных о том, что все-таки если как-то удается зацепиться засинуть свой ритм и его поддержать, то эта стратегия, этот подход сопровождается улучшением не только качества, это однозначно, но и прогноза больных, у которых удается устранить аритмию и предупредить ее рецидивы. Показано, что контроль ритма сердца снижает риск смерти от сердечно-сосудистой патологии, риск тромбоэмболических осложнений ишемического геморрагического инсульта, снижает риск развития хозеронической сердечной недостаточности, острого коронарного синдрома, чистоты госпитализации, причем по сравнению с другой стратегией эта разница статистически значима. Вот показана смертность при стратегии контроля чистоты, видите, количества умерших. И вот смертность при стратегии контроля ритма, у кого удалось удержать синусовый ритм. Кстати, это данные о полученные на более чем 2700 больных с длительностью наблюдения более пяти лет. Так вот, значит, упор в решении стратегии ритма идет в пользу как бы первой стратегии контроля ритма. Для этого надо, ну, первым делом, купировать эпизоды ритмии. Вот рекомендации по медикаментозному купированию пароксизма во всех существующих отечественных и международных рекомендациях. Вот, в частности, российские рекомендации. Купирование пароксизма фибрилляции пиццергией. Чем? Пропофенон, амиладарон, навокаиномид, рефромон. Ну, навокаиномид уже уходит в прошлое постепенно, рефромон пока еще не вошел на настоящее. Вот два препарата пропофенон, амиладарон. Внутривенно и эти же два препарата перорально. Здесь надо подчеркнуть, что пероральный амиладарон, менее используется из-за его меньшей эффективности и меньшего удобства, потому что он действует очень медленно и менее эффективно, чем пропофенон, пропофенон, пропонорм. А вот применение для купирования пропофенона в виде таблеток пероральное, оно наиболее эффективно и наиболее безопасно по сравнению с другими антиаритмическими препаратами. Вот эта стратегия таблетка в кармане, она была разработана уже достаточно давно, уже достаточно много лет назад были опубликованы результаты первые вот этой стратегии таблетка в кармане, когда больной с пароксизмом фабрилляции в рецерлии принимал сразу три или четыре таблетки и при этом более чем в 70% случаев восстанавливался синус уверен. Здесь нужна оговорка, что надо соблюдать определенную осторожность. В частности, если это никогда не использовалось ранее больным, то надо, чтобы это было испытано сначала под наблюдением врача, может быть, в условиях стационара или, может быть, даже осторожно в условиях амбулаторных, когда вначале можно дать пробную дозу. Если никаких последствий не будет, что чаще всего только бывает при этой дозе, тогда добавляются еще две таблетки, уже это в большом проценте случаев купирует пароксизм и, во всяком случае, показывает его возможность применения и переносимость. Эти же препараты, два препарата, пропофенон и аммиодерон используются и для профилактики. Да, внутривенно, кстати, эти два препарата, тоже как бы препараты выбора для купирования пароксизма, аммиодерон и пропофенон. Вот их сравнивали в исследовании Прометей-Инск в многоцентровом исследовании, в котором было показано, что пропофенон обладает более высокой эффективностью по сравнению с аммиодероном и более высокой скоростью купирования пароксизма. 22 минуты после введения восстановления ритма при пропофеноне по сравнению с 110 минутами при применении аммиодерона. А это очень важно, потому что такая скорость лечения эффективного позволяет не госпитализировать значительную часть больных с пароксизмами фибрилляции предсердия. Теперь профилактика рецидивов. Многими международными исследованиями показано, что для профилактики рецидивов фибрилляции предсердия наиболее эффективными являются три препарата пропофенон аммиодерон сатамол. Это и показано во многих рекомендациях не только отечественных, но и зарубежных. В отечественных рекомендациях фигурируют еще два препарата. Это цезин и алопенин. Но тут надо сказать, что доказательная база этих препаратов значительно меньше и переносимость их существенно уступает применению пропофенона и в меньшей степени аммиодерона. То есть для профилактики рецидивов вот этот препарат пропофенон не только один из наиболее эффективных, но и лучше всего переносим. Надо сказать, что эти препараты были изучены и у больных с ковидной инфекцией. Вот существующие опубликованные сегодня рекомендации Министерства здрава РСФСР, где показано, во-первых, что антиоритмики первого А-класса наукайномид и третьего класса аммиодерон-циталол можно использовать с очень большой осторожностью в связи с значительным удлинением интервала КУТЕ. А сама эта ковидная инфекция тоже способствует удлинению интервала КУТЕ. Поэтому эти препараты тут не очень подходят. И как бы они оставляют здесь лазейку для использования пропофенона в этих ситуациях. У больных с ковидной инфекцией назначение хмарахина и противовирусных препаратов сопровождаются дополнительным риском удлинения интервала КУТЕ. И при применении этих препаратов для лечения ковидных больных следует с осторожностью назначать. Дегоксин, бета-блокаторы, амилодерон вообще противопоказан. И антикоагулянты тоже могут вступать во взаимодействие с этим препаратом, в частности добегатран и варфарен, что требует ну от практического врача серьёзных таких серьёзного осторожного подхода. И у этих больных вот есть консенсус поведения больных с ковидной инфекцией показано, что у этих больных имеется возможность и эффективен для купирования профилактики аритмии пропофенон, в том числе купирование таблетка в кармане и рекомендован для удержания синусово-ритма при частых пароксизмах при отсутствии грубой органической патологии. Однако надо сказать, что вот это понятие грубая органическая патология требует пояснения. Вот в частности в рекомендациях к поведению больных с фибрилляцией предсердий написано, что у больных с серьезными органическими поражениями миокарда препараты антиаритмики класса 1С противопоказаны. И при этом остается открытым вопрос, что понимается под термином серьезные нарушения, серьезные органические изменения сердца. Здесь часто ссылаются на исследования КАСТ и КАСТ-2. Это больные, то есть исследования больных, перенесших инфаркт миокарда или острый инфаркт миокарда. Больные с сердечной недостаточностью, снижением фракции выброса левого желудочка. Больные с большой гипертрофией левого желудочка. И других серьезных морфологических изменениях сердца. Так вот, если у этих больных пробовать применять антиаритмики первого С-класса, а исследования касались энкоинида, фрэнкоинида и марецезина, так вот, было показано, что летальность у этих больных была выше, чем у контрольной группы. Но при этом мета-анализы этих исследований КАСТ и КАСТ-2 показали, что это касалось только больных, которые имели тяжелые формы, острые формы ЭБС, инфаркт миокарда, перенесенные инфаркт миокарда, выраженную сердечную недостаточность с фракцией выброса менее 40%. И это позволило сформулировать те критерии применения антиаритмиков первого цехмасса, при которых все-таки эти препараты применять можно. Вот, выраженные органические изменения сердца. Что это такое? Это ХСН третьей стадии четвертого функционального масса с фракции выброса левого желудка менее 40%. Острые формы ЭБС, острый коронарный синдром, острый инфаркт в первую очередь, перенесенный инфаркт, перенесенная каша, тяжелая форма стенокардия, это необщепринятые критерии. Гипертрофия левого желудочка с толщиной любой стенки более 14 миллиметров. Вот органика. Если же органика без этих критериев, то это не является противопоказанием для назначения антиоритмиков первого С-класса, среди которых особое место занимает пропофенон, который обладает свойствами бета-блокаторов, а эти свойства бета-блокаторы как бы нивелируют значительную часть побочных эффектов. Это показано и сказано в рекомендациях по введению больных коморбидной патологии в клинической практике. Они были опубликованы в 2019 году в наших источниках в отечественной литературе. Надо сказать, что терапия даже не терапия, а применение радиочастотной абляции для устранения фибрилляции предсердий и частых пароксизмов не входит и не вступает в противоречие с медикаментозной терапией, потому что после радиочастотной абляции подавляющим большинству у больных приходится назначать препараты с антиаритмическим действием. Вот в наших наблюдениях это получило 95 с лишним процентов больных, подвергнутых РЧА устья легочных вен, 95 процентов им были назначены антиаритмические препараты, включающие сюда бета-атреноблокаторы и препараты класса 1С в том числе это цезин, аллопенин и, конечно, пропофенон. То есть это получается терапия не просто методом РЧА, но и так называемая гибридная терапия РЧА плюс медикаменты. При назначении антиаритмической терапии надо иметь в виду принципы этой терапии. В частности, как снизить риск при плановой антиаритмической терапии препаратами. При их назначении необходимо строго учитывать показания и противопоказания возможности побочной эффекта. При этом важно, что безопасность имеет приоритет перед эффективностью. То есть сначала безопасность, а потом смотрим, что мы можем получить в плане эффективности. Дальше назначать малые пробные дозы, если больному еще не использовался этот препарат, и подбирать минимально эффективные дозы, не наращивая их до максимального. И по возможности избегать длительного непрерывного применения. Что чаще всего течение аритмии позволяет делать. Ну, и в заключение цели введения больных с аритмиями, цели применения антиаритмических препаратов и вообще методов лечения аритмии. вот и фибрилляции предсердий и другие аритмии. В первую очередь, так вот, принцип А, борьба с осложнениями и улучшение прогноза применительных фибрилляций предсердий тромбоэмболии. Это какие осложнения? Тромбоэмболии, инсульты, которые позволяют улучшить прогноз, снижение прогрессирования сердечной недостаточности. Второй, вторая задача по значимости, контроль симптомов, улучшение качества жизни. Хотя это очень важно. Больной именно с жалобами на качество жизни приходит к врачу. И приходится ему подбирать препараты безобидные по возможности, которые контролируют симптомы, улучшают качество жизни. Ну и, наконец, вот третий принцип С. Лечение коморбидных заболеваний, коррекция факторов риска, опережающая терапия, без которой не может быть эффективной и борьба с осложнением, и контроль симптомов. Ну, я рассказал все, что хотел, касаясь таких наиболее спорных вопросов. Вероятно, будут какие-то вопросы, просьбы их тогда представить. Да, Владимир Леонидович, спасибо вам большое за доклад. Да, здесь были по ходу вашего доклада вопросы. сейчас я найду начало. Павел, сразу я должен сказать, извините, что я не смогу отвечать на вопросы применительно какому-то конкретному пациенту с такими-то симптомами, потому что их много, может быть очень много нюансов и вариантов, поэтому невозможно, вот больной стольких-то лет, вот у него то-то-то-то-то, вот что делать. Ну нет, для этого надо гораздо больше информации. Для этого мы отвечаем на дистанционную консультацию, записывайте, будем собирать, рассматривать. Опережающая терапия. Да. Помогут опережающую терапию без... Позвольте, я зачитаю вопрос, чтобы он сохранился в нашей записи на Ютубе, потому что иначе потом это все комментарии оттуда попадают. Уважаемый Владимир Леонидович, спасибо за опережающую терапию. Какова значимость модификации образа жизни для опережающей терапии? Помогут ли препараты без такой модификации? Ну, здесь придется мне спросить встречный вопрос. Что вы имеете ввиду под этой модификацией? Модификация образа жизни. Речь, конечно, пойдет о применении алкоголя, о применении кофеина в виде какого-то злоупотребления повышенным количеством, о физических перенапряжениях. То есть очень большой вопрос. И ответить на него очень сложно, потому что приходится, видите, но дополнительную лекцию надо было бы читать. Мы сегодня говорили в основном о медикаментозной терапии. И там не только модификация образа жизни, но и подбор соответствующих препаратов, лечение гипотензивными препаратами, антиангенальными препаратами ХСН и так далее. Спасибо. Вот Константин Шемеровский еще интересуется, какую дозу кофе нужно считать избыточной? Ну, вы знаете, не возьмусь ответить на этот вопрос очень конкретно, потому что тут масса возникает вариантов. Вот сколько ложек на чашку? И ответы на этот вопрос могут быть очень различные. Сколько чашек в сутки? И наконец, ну, сам я, скажем, придерживаюсь такой точки зрения, и когда меня спрашивают, что если там ощущается, что какая-то порция кофе вызывает сердцебиение, вызывает какие-то негативные ситуации, то это много, у другого пациента эта же доза может ничего до поры до времени не вызывать никаких негативных явлений, и его трудно будет убедить, что это избыточно, также еще больше это касается употребляющих какие-то там алкоголь, если спрашивать, а сколько грамм в сутки там получается, но мы далеко куда-то уйдем, это приходится решать индивидуально. Вот следующий вопрос, может быть, подвергнется такому же ответу, что это не для вебинара вопрос, нужно ли назначать при эпизодах головокружения, дискомфорте в области сердца, при пролапсе второй стадии, с метральной регулировой агитации, второй, третий стадии, нужно ли что-то назначить. Ну, здесь приходится решать, с чем связаны негативные реакции и влияние на самочувствие. Если ничего нет, то может быть, как-то это приписать Промапсу, правда, сразу оговориться, что какие-то методы воздействия здесь категорично рекомендовать, я бы воздержался, потому что это может далеко нас завести, скажем, рекомендация хирургической коррекции Промапса, если есть какие-то ощущения малейшие, которые, вообще-то говоря, могут быть и не связаны с этим. Спасибо. Вот еще вопрос. Возможно ли прием пропофенона у больного с кардиостимулятором, принимающим Панкор 5 мг при возникновении фибрилляции предсервий? Наличие кардиостимулятора не является противопоказанием вообще для применения пропофенона, потому что там негативные возможные последствия в виде отрио-вентрикулярного локада здесь как бы перекрываются и не верят. то есть можно. И Конкор тоже может применяться как и другие селективные бета-молокаторы в сочетании с пропофеноном. Это распространенная практика. Вот еще комментарий. 4-5 чашек в сутки, причем можно даже на ночь, никак не возбуждает. Все равно вредно? Вы знаете, можно так сказать, что вообще-то говоря, есть люди, так сказать, никак не реагирующие на кофе, но если мы возьмем что называется среднестатистическое для большинства, то чаще всего это передозировка. И можно предположить, что рано или поздно это может как-то и сказаться. Негативно. Еще Анна задает вопрос. Скажите, пожалуйста, если у пациента в анамнезе 10 лет назад есть случай криза, сегодня есть нарушение проводимости нижней стенки миокарда по ЭКГ, но видимых функциональных нарушений нет. Надо ли данному пациенту принимать антиагреганты или препараты видимо ПОАК? С уважением, Анна. Да, извините, Анна, но тут я уже с этого начал, что маловато информации и очень много нюансов возможных в отношении конкретного этого пациента. Не возьмусь ответить да или нет без подробного знакомления с анамнезом пациента и его объективными данными. Извините. Какая минимальная стартовая поддерживающая доза пропофенона и аммиадарона? Стартовая поддерживающая? Ну, пропофенон назначается в среднем для профилактики рецидивов. В среднем это 3-4 таблетки по 150 миллиграмм в сутки. В отношении аммиадарона сохраняется вот эта схема начального насыщения, с дальнейшим переходом на поддерживающую дозу одна таблетка в сутки и не каждый день а примерно 5 дней в неделю. Это распространенная практика, но тут надо я сегодня об этом не имел возможности подробно говорить, отслеживать возможные побочные эффекты и тщательный контроль за таким пациентом принимающим аммиадарон. Спасибо. Вот Константин еще добавляет вопрос, надо ли лечить полную блокаду правой ножки пучка гиса? Ответ, не надо лечить блокаду ножки, может быть, надо лечить болезнь, которая лежит в основе этой блокады, но для этого надо, соответственно, убедиться, что есть такая болезнь, а ее может и не быть при неполной блокаде правой ножки это вообще незначимое клиническое нарушение проводимости. еще в своем докладе затронули тему аритмии при COVID-19 и я просмотрел еще раз наши данные, у нас работает симптом чекер, это такая система, которая проводит автоматизированный опрос больного, ну и по нему формируют возможные диагностические гипотезы. Так вот, по нашим данным частота аритмии у больных с COVID-19 составляет 41,5%. Ну, как и у китайских авторов, 40% они дают. При этом очень важно, какие аритмии включаются, потому что вот Минздрава, там они касались значимых, клинически значимых аритмий. Там часто экстрасист, офибрилляция пицердий, тахикардии и так далее. А если мы будем брать туда синусовую тахикардию, скажем, у каждого больного с высокой температурой, там у кого-то экстрасистово нечастое, тоже с удовольствием, то и получится не меньше 40, а у кого-то может и больше. Ну, это вопрос уже дальнейшего диагностического поиска, это нужно делать ЭКГ, смотреть, что они есть. Потому что по данным опроса, конечно, мы можем только широкими мазками брать и дальше уже относить такого больного к некой группе риска, которую в дальнейшем исследовать. А скажите, пожалуйста, еще такой вопрос от себя хотел задать. А сталкивались ли вы с больными, которые приносят с собой результаты измерения ритма смартфонами, часами? Сейчас очень модная стала тема ношения фитнес-трекеров, которые постоянно мониторят ритм. И были ли какие-то интересные опыты работы с медицинскими такими гаджетами? Нет. Лично мне мне не доводилось работать с этими приборами, аппаратами и я не могу определенно ответить на ваш вопрос, насколько эффективен этот контроль ритма. То, что существуют такие системы, которые там в виде подкожных таких имплантов длительно позволяют контролировать и достаточно полноценный ритм, но это известно, хотя я не получила пока еще должного распространения. Вот еще вопрос, наверное, последний тогда зачитаю. Назначение антикоагулянтов на фоне приема антиаритмиков по шкале с длинным непроизносимым названием приоритетно? Ну в отношении приема антиаритмиков и антикоагулянтов значит есть вот если не взял с собой этот слайд есть данные о наличии взаимодействия в частности при применении хинедина и амилдарона взаимодействия с добегатраном и одним из новых переральных антикоагулянтов взаимодействия в плане увеличения антикоагулянтного действия и необходимости какого-то снижения дозы эти данные есть вот они неизвестны специально я этим вопросом к сожалению не занимался спасибо большое спасибо за внимание вопрос уже более-менее исчерпаны вот благодарю вас за участие в сегодняшнем заседании за интересные доклады вот особенно тут и в чате тоже благодарности за ответственные ответы на вопросы в комментариях ну и если позволите я тогда плавно перейду что Продолжение следует...